Твикс! Ну да ладно, у нас пельмешечки. Я добавила сюда дофига майонеза от Heinz. Макаем сюда и кушаем. Апельсин, помидорки, огурчики, лук. В общем, все, что было у нас дома. Решила заснять. Вчера не было видео. У меня для вас есть новости, не очень хорошие. К сожалению, мои квартиросъемщики съезжают. Как мне они объяснили, они получили визу и куда-то улетают. Они давно хотели жить где-то за границей. У них там друзья и все дела. Не знаю, возможно, это просто причина, чтобы мне сказать об этом. Я, конечно, рада за них. Они мне сказали, что если переезжать, то есть только сейчас. Потом шансов не будет, слишком много будет беженцев. Давно они хотели переехать, если честно. Ну, в общем, они сказали мне, получается, за 5 дней, даже 4. За 4 дня до конца оплаты. То есть, если бы они предупредили меня бы за месяц, это было бы гораздо удобнее. Я бы, возможно, нашла бы людей. А так, я думаю, так сразу будет очень сложно. Вообще, вы знаете, все до кучи. Сначала ушла с работы, не подумав, опять же, сделала ошибку. Ну, то, что я жалуюсь, я понимаю, что сейчас у людей проблемы куда более глобальные. Я все это прекрасно понимаю. Просто рассказываю вам про свою жизнь. Потом отключили монетизацию, и сейчас они съезжают. Ну, людей, я думаю, я найду. Просто как-то уже привык к этим людям. Никогда проблем с оплатой не было. А то у меня у подруги так. Пожили полгода. Потом сказали, что нет, у нас сейчас не получается, мы не можем оплатить. Короче, постоянно оплатили с опозданиями, но в конце оплатили. А последние полгода не заплатили за квартиру. Сказали, что сейчас возможности нет, чуть позже, чуть позже. А потом просто съехали. Так и не заплатили. Так что найти хороших людей очень сложно. Везде есть свои подводные камни. Надо найти именно таких людей, которые более-менее ответственны. Даже, может быть, не за месяц, может, за два, за три. Но действительно людей, которые как-то нормально будут. Аккуратно. Эти мне сказали, что единственное, они сломали кровать. Но кровать изначально была старая. И что мне предъявить людям? Понятное дело, что не новая мебель была. Еле на винтиках все держалось. В общем, я всегда думала, что 2021 год это худший год в нашей жизни. Дальше типа цветочки. Все будет нормально, круто. Как оказалось, нет. Все еще впереди. Вкуснотища просто. Я хотела просто сесть покушать. Потом я посмотрела на то, что у меня есть. Я подумала, что можно забабахать мукбанг. А что нет-то? Единственное, у меня здесь внизу ресторан. Опять начали петь. Опять во всю громкость. Я надеюсь, что их сильно слышно не будет. Кто-то написал. Увидела в тиктоке видео. И там девушка говорит о том, что подруга вам завидует. Как это узнать? Если подруга слушает ваши проблемы, поддерживает вас и так далее. И наоборот пытается вас спустить с неба на землю, когда вы радуетесь. Я вот сразу вспомнила себя. Я, например, очень люблю поддерживать людей в трудную минуту. И когда мне в голову... Я не люблю оставаться одна. Мне надо с кем-то разговаривать. Вот постоянно... Мне кажется, у всех у нас есть подруга. У меня есть подруга, с которой чисто вот проблемы обсудить. Вот реально. Она даст какой-то дельный совет, а самое главное выслушает. Очень трудно найти друзей, которые реально могут тебя выслушать. Вот у меня подруга... Она больше как бы на азербайджанском разговаривает. По-русски она не особо понимает. Я с ней могу вот прям все проблемы обсудить. Там с парнем. Чего я хочу и так далее. Как раз таки она написала мне. Пельмешечки просто бомба. Правда, я слишком много добавила майонеза. Но от Хайнс он очень вкусный. Некоторые говорят, вот майонез, это белая смерть. А кетчуп красная смерть. А во фруктах добавляют специальные эти удобрения. Чтобы урожая было больше. Если посмотреть вокруг, везде есть свои. Незачёта. Но я расстроилась. Теперь надо искать новых квартиросъёмщиков. Показывать квартиру и так далее. Просто не кстати. Очень не кстати. Я, конечно, рада за них. Что у них получится переехать в Европу. Им дали визу. Это, конечно, круто. Сейчас просто многие понимают. Если не сейчас, то потом уже никогда. Поэтому переезжают. А возможно, это просто была причина. Почему они, например, сказали в последний момент, что они съезжают. Может быть, они просто это придумали. Но до этого я тоже слышала от них, что они хотят переехать, хотят жить в Европе. Вот такие вот дела. Апесин, конечно, офигенный, сочный. Иногда бывает, покупаешь, и как мочалка. А это мы купили именно на базаре. Взяла эти апельсинчики чуть ли не даром. На базаре очень хорошая цена была на них. Сразу я взяла 3 килограмма. Фрукты это так, что все равно съесться. У нас нет такого, что, например, гниют фрукты. Никогда. Мы с удовольствием с мамой едим фрукты. Я когда беру что-то, мама говорит, все равно мы вдвоем, мы не сможем съесть столько. Я маме говорю, говори за себя. Я съем. Чем потом дорого покупать? Лучше сразу купила, оставила. Да хоть натуральный сок сделать. У нас есть у кожи малка. Ну, правда, знаете, чем ею пользоваться? Лучше вообще не пользоваться, потому что ее мыть, потом убирать, это прям целая история. Кусочек тортика. Я забыла чай принести. Обожаю этот торт. Из Ази. У меня к продуктам особая любовь. Особенно к тем, которые, например, я люблю. Я всегда маме говорю, видишь, там, не знаю, йогурты на скидках, бери сразу 5-6, понадобится. Фрукты, то же самое. Я люблю закупаться и оставлять, чтобы когда ты открываешь холодильник, чтобы там много чего было, всегда был выбор, чем поужинать, чем пообедать. Поэтому к банке, это конкретно моя тема. Блин, я ложку не притащила. Как мы вилкой-то будем кушать? Мне нужна ложка. Ходить за ней неохота. Ладно, давайте так доедим. В общем, я на скидках очень много чего покупаю. Я даже делала карточку в Браво с 10% скидкой. То есть на все 10% скидка. На все абсолютно. Сходил, закупился всем необходимым, чтобы не бегать. Каждые 5 минут, чтобы не бегать. Есть какие-то вещи, которые не портятся. Например, консервы или сгущённое молоко. Купил, оставил. Потом по необходимости открываешь и кушаешь. Давайте еще одну и все. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.